Я затянул последний узел, скрепляющий ноги брата и отопительную трубу и сказал Если продолжишь орать, я тебе еще и рот скотчем залеплю Меня оставили посидеть с братом, но он мне мешал играть в компьютер Дергал мышку и убегал Я не видел другого выхода, кроме как отключить его движение Я с удовольствием играл, а истекающего слезами брата мне было совершенно не жалко Ведь недавно он рассказал маме, что я курил И сдал всех друзей, которые курили со мной Потому что родители постоянно заставляли его брать с собой на прогулки Поэтому друзья вообще перестали меня приглашать тусоваться И тут я вдруг заметил, что у меня закончилась кола и решил сходить в магазин Короче, сиди здесь тихо, я через 5 минут вернусь Я шел по улице и думал, как проучить мелкого, чтобы он перестал стучать Родители, конечно, молодцы, струганули ребенка и повесили его на меня И тут меня встречает Колян О, наконец-то ты без мелкого, погнали в пекаря играть Пекарь это игра типа боулинга, только вместо кеглей там консервные банки Мы пошли на поиски консервных банок, но нашли кое-что поинтереснее Ванек, смотри, это же автомобильный аккумулятор Говорят, там внутри свинцовые пластины Че нам с этим свинцом делать? Мы сольем кислоту из аккумулятора, вытащим эти пластины Раскрошим их в консервную банку Поставим на костер свинец расплавиться И мы сможем капнуть раскаленный свинец на голову моему брату Ты в своем уме? Просто зальем его в круглые формочки и сделаем свинцовые монеты Да, только костер сейчас никак не разжечь Недавно дождь был, все сырое На этот случай у меня есть полутораметровый шланг Мы сольем бензин с Жигулей Петровича, а с бензином даже сырые дрова горят Закон сообщающихся сосудов быстро наполнял нашу двухлитровую бутылку бензином Потом мы пошли в парк, собрали кучу сырых дров Колян стал обильно поливать все это дело бензином Колян, хватит лить, оставь один литр про запас Если бы я только знал, что этот один литр станет для меня роковым Колян поставил бутылку рядом с будущим костром Кинул зашенную спичку и... Первый огненный хлопок был настолько широким, что опалил мне даже брови И мы не заметили, как в бутылке на горлышке поселился маленький язычок пламени Сам костер мгновенно разгорелся на высоту двух этажей Его стало заметно отовсюду Колян, там кажется кто-то идет Это же Петрович, побежали отсюда Постой, надо убрать улики, он же убьет нас за этот бенз Колян с разбегу пнул бутылку в кусты Но она полетела как-то неудачно и начала разбрызгивать бензин во все стороны Много бензина пролилось мне прямо на спину Пламя охватило всю мою спину Ванек, падай на спину, быстро! Я катался по сырой траве, чтобы сбить пламя Мы встали и скрылись от Петровича Потом я снял куртку Вместо спины была прожженная дырка Что сказать родителям, я не представлял Но от слов Коляна меня кинуло в холодный пот Как же нам повезло, что мы сегодня без твоего малого Он бы застучал Малого? Боже, малой! Сколько мы уже гуляем? Три часа Я бежал домой, а в голове крутилось, что с ним произошло что-то страшное Он там задохнулся, вдруг включили отопление Его ошпарило трубой На бегу молился Больше не буду развлекаться, играть Мне ничего не нужно, ни компьютер, ни друзья Лишь бы с малым было все хорошо, пожалуйста Черный как сажа, воняющий бензом Влетел домой с одной лишь целью расцеловать брата И когда зашел в комнату, побледнел Вторая часть в следующем видео